Добрый день. Что ж, всем добрый день. Надеюсь, что нас хорошо слышно, нас хорошо видно. Меня зовут Андрей Липацев, я работаю в команде поиска компании Google. И сегодня по приглашению наших коллег из компании 1C Bittrex хотел бы сказать вам немножко о текущей ситуации с сайтами для мобильных. Вы, наверное, уже, конечно, в курсе всех последних изменений, которые в этой области произошли за последние пару месяцев, по крайней мере. Я знаю, что наши коллеги много работы отлично провели с тем, чтобы сделать для вас, как для пользователей этой контентной системы, процесс перехода на адаптированные для мобильных сайтов и прочее. Поговорим сегодня о том, как делать это, на что смотрит Google. Если у вас будут какие-то вопросы, попробую дать вам пару советов о том, как эти вопросы можно будет решать. Дайки меня, Google+, потом можно будет здесь, в принципе, если хотите. Я еще вам дам потом адрес нашего сообщества, где можно продолжить общение и задать дальше вопросы. Пару слов о том, почему мы вообще проводим те изменения, которые проводим. Данные по миру свидетельствуют о том, что далеко уже за половину всех запросов Google получает с пользователями на мобильных устройствах и так далее, и так далее. Крупнейшие сайты, все свидетельствуют об этом в России. Возможно, тренд чуть отстает, но направлен абсолютно в ту же сторону и в том же направлении. Уже сейчас значительный процент россиян чаще заходит в интернет со смартфона, чем с компьютера. Большой процент россиян используют смартфон, в том числе для поиска в интернете. И, что немаловажно, молодое поколение людей, причем молодыми россиянами, которые занимаются люди в диапазоне до 30 лет, используют смартфоны. И это значит, что фактически нам осталось еще один-два шага до того, чтобы наш рынок стал в этом смысле гораздо более похожим на западные, где сайты и компании, даже не столько сайты, сколько компании, не учитывающие интересы своих пользователей на мобильных устройствах, фактически сами себе перекрывают кислород и сами себе перекрывают доступ к клиентам, к покупкам, к оборотам. Какие сегодня четыре у нас с вами темы? Во-первых, немножко об инструментах, которые Google предлагает вам для анализа, собственно, ваших ресурсов. Пара вопросов о технической стороне, дело, кое-что о том, собственно, на чем основываются критерии анализа на пользовательском подходе к созданию сайта. И еще, снова, пара моментов технического характера в одном конкретном ключевом случае. У нас сегодня не так много времени, поэтому я не буду слишком подробно останавливаться на всех аспектах всех слайдов. Опять же, если у вас будут вопросы, мы можем потом продолжать это общение уже за рамками сегодняшней встречи. Во-первых, запомните, что Google предлагает три наиболее важных инструмента, собственно, два из которых являются критиковыми инструментами. Один – это отчет, позволяющий вам потом эти инструменты правильно использовать. Первый, самый главный инструмент – это инструмент проверки удобства использования на мобильных устройствах. Он находится по адресу g.co.mova-friendly, то есть для мобильных, что удобно. По этому же адресу вы найдете всю же нашу документацию и рекомендации по этой теме, поэтому, запомнив одну эту ссылку, вы как бы сможете иметь уже отправную точку. Здесь же, собственно, мы располагаем документацию и рекомендации. На компьютере нажмите на, собственно, на... Да. Вот так, ага. Ну вот, видите, значит, все теперь видно. И на чем у вас здесь? Да, на том, что здесь по этому адресу, собственно, вы найдете все наши рекомендации, всю документацию, все это локализовано на русский язык. И здесь же вы найдете, тоже мы в ближайшее время выложим предложенные нам коллегами из Bittrex рекомендации конкретно о тех шагах. Там на самом деле все совершенно несложно. Если вы пользуетесь любой хорошей КМС, а это очень хорошее КМС, вам, как владельца ресурсов, практически ничего не нужно делать. Нам нужно только беспокоиться тем, что, собственно, надо удостовериться, что у вас все работает правильно, и не пускать это на самотек. В этом инструменте, когда вы увидите, во-первых, итоговую оценку, она бинарная, да, он либо сайт адаптирован, либо нет, или страница, не сайт, а страница адаптирована, либо нет. Потом, если какие-то проблемы есть, они перечислены, их максимум здесь, на данных, может быть, всего четыре. Вы видите, как робот Googlebot видит, собственно, эту страницу, да, и здесь мы сразу видим, почему у нас сайта адаптирована слишком маленькая, там ничего не видно. И потом вы получаете ссылки на дополнительные ресурсы и документацию, в том числе, если вы используетесь EMS, вы можете перейти и посмотреть, что вам, использующим тот или иной EMS, нужно делать. Основные вещи, которые надо помнить об этом инструменте. Максимально простым языком объяснено, что происходит и что нужно делать. Он проверяет одну страницу сайта. Это важно помнить. Вы не проверяете, даже главную страницу, вы не проверяете весь сайт целиком. Вы получаете информацию именно о ней, и можете абсолютным успехом иметь на сайте какое-то количество адаптированных, какое-то количество неадаптированных страниц. Это не проблема совершенно. И плюс к этому этот тест проверяет только в данном случае адаптированность страницы для мобильных устройств, никакие или на какие другие вещи. Это все не влияет. Помимо этого инструмента проверки, у вас есть отчет об удобстве в консоли поиска, где вы получаете суммарный отчет обо всех ошибках, которые были обнаружены, а потом для каждой из этих ошибок вы можете получать более развернутое описание того, в чем заключается эта ошибка, какие шаги нужно предпринимать для ее разрешения. Важно помнить, что, учитывая, что сканирование страниц не происходит прям каждую секунду, да, у вас здесь указывается дата последняя, на которую та или иная страница сканировалась, поэтому, скажем, состояние этого отчета может несколько отставать от текущего состояния самих страниц, поэтому по каждой из этих страниц вы можете получить возможность проверить ее состояние сейчас. Если, скажем, в отчете она была указана как неадаптированная, или была указана какая-то конкретная проблема, вы можете потом нажать на нее и проверить текущий статус, если вы, например, изменили что-то на ней для того, чтобы она стала адаптированной. В этом отчете вы также видите, в первую очередь, как видит ваш сайт, страница вашего сайта Googlebot, да, не пользователи. Если вы помните о том, что проверка осуществляется при сканировании и при индексировании, а не отдельно каким-то образом от этого, то есть может быть какое-то отставание от текущего состояния страниц, и опять же здесь речь идет только об адаптированности для мобильных пользователей. Наконец, более старший наш инструмент, давно уже существующий, PageSpeed Insights, который мы будем постепенно интегрировать с первыми двумя решениями, но пока он существует отдельно, и его преимущество, наверное, в том, что он, есть преимущество, а можно сказать просто два, что ли, аспекта таких важных, которых надо помнить. Во-первых, он позволяет вам посмотреть страницу так, как видит ее пользователь. Это принимает во внимание ограничения ресурсов, скажем, robots.txt и подобные вещи. Таким образом, вы здесь реально можете проверить, даже не имея на руках мобильное устройство, просто протестировать, как это реально выглядит. И, кроме всего прочего, вы здесь получаете для каких-то конкретных проблем в области юзабилити, которые, собственно, соотносятся непосредственно с критериями оценки адаптированности для мобильных, получаете конкретные рекомендации с иллюстрацией на скриншоте сайта. Вот в таком виде, да, вы получаете буквально построчно какие-то конкретные рекомендации под кусочком кода, то есть здесь действительно можно достаточно глубоко нырнуть и понять, в чем заключается проблема, и решаема ли она для вас. Важно помнить, что в отношении всех этих рекомендаций вы должны всегда взвешивать, особенно на этом инструменте, вы должны взвешивать отдачу от тех изменений, которые вам рекомендуются, и усилия, которые вам необходимо обладать в их решение. Не нужно воспринимать это так, что все до последней рекомендации на этой странице нужно немедленно выполнять. Это все, это рекомендации для вас, а дальше вы уже принимаете свои решения, исходя из своих приоритетов. Напоминаю, что еще раз, что PageSpeed Insight, отличие от предыдущих двух инструментов и отчета, не использует Googlebot, таким образом показывает там картину, и здесь вы можете видеть разницу на самом деле между тем, как страницу видит Googlebot и тем, как страницу видит пользователь. Проверка у вас идет по отдельным URL, и вы получаете конкретные технические советы для решения, для реализации каждой подробной вещи. Поговорим немножко о части технических рекомендаций, которые мы даем, которые мы предлагаем, которые позволяют обеспечить адаптированность страницы для мобильных устройств. Зона просмотра – это та часть страницы, в которой находится контент, который так или иначе показывается на экране определенного размера. Вы видите вот стандартную просто абстрактную страничку с немножко текста, простой менюшкой и большой картинкой на десктопном экране. Область просмотра контролирует то, как страница показывается на устройствах с экранами различных размеров, в том числе на мобильных устройствах. И зачастую, если область просмотра не настроена, то на мобильном устройстве показывается только часть имеющихся контента. Причем не в том смысле, что часть адаптированная, а просто какой-то верхний левый кусок обрезает все остальное. Объяснить браузерам и таким образом в второй степени исковым системам, какую область просмотра для каких устройств надо настраивать и как, можно при помощи одного простого тега. И здесь опять же, если вы используете KMS, в принципе для вас это решение уже должно быть внедрено. Все, что вам необходимо сделать, это удостовериться, что это есть и работает правильно. И что ваша первая сайт в реальности на мобильном устройстве реагирует правильно. И во-вторых, что это видно в поисковой системе, используя те инструменты, которые я вам уже показал. Настроив область просмотра, вы можете дальше делать следующие шаги для того, чтобы, собственно, можно было удобно использовать сайт. Представьте себе, чтобы вы объяснили браузером, поисковым системам в каком окошке показывать ваш контент, но это не значит, что с этим контентом еще можно взаимодействовать. Часто встречающаяся ошибка, ну или проблема, скажем так, не сколько ошибка, проблема при рендеринге, при отображении контента, и вот здесь уже независимо от того, используете вы KMS или нет, вам нужно задуматься об этом немножко, это настройка ширины показываемого контента. Если представьте себе, что у вас настроена область просмотра определенной ширины, но при этом на странице существуют элементы, заданные, фиксированные в пикселях шириной, чаще всего это картинки, но это могут быть и другие элементы тоже. В таком случае, как вот здесь видно немножко на левом примере, даже кусочек текста даже, он просто, он не сливается в эту область просмотра, он оказывается обрезан, поэтому если вы используете фиксированную ширину, скажем, указываемую в конкретных пикселях, для текста или для картинок, вы можете оказаться в ситуации, где ваш контент, где область просмотра настроена, но контент выходит за ее пределы. Вместо того, чтобы использовать фиксированную ширину дизайна, можно использовать пропорциональную ширину, то есть вместо того, чтобы указывать ширину тех же самых картинок, да, в большом, конкретно в пикселях, но можно указывать пропорционально в процентах ширине экрана. Сказать, пусть текст занимает 100% от ширины экрана, а картинка, скажем, 80%, как в данном примере. Во-вторых, у вас есть вариант использования так называемых медиазапросов, опять же, в коде, чтобы страница подстраивала, меняла то, как отображаются те же самые картинки или текст, в зависимости от устройства, на котором она отображается. Скажем, если идет запрос от браузера пользователя вашему серверу, и сервер видит, что это большой доступный браузер, он отдает ему, как изначально у вас было, скажем, 1024 пикселя, ширина текста, 800 пикселей, ширина картинки. Если же браузер говорит, что я браузер мобильного устройства, и ширина этого устройства такая-то, то ваш сервер, соответственно, перенастраивает то, что он отдает в контент. Вот, так приблизительно это может выглядеть на мобильном устройстве, когда область просмотра настроена, и при помощи этих медиазапросов меняется layout, меняется расположение элементов на странице. Как вы видите, да, даже это еще неполное решение для адаптации сайта к мобильным устройствам, поскольку даже несмотря на то, что теперь у нас весь область просмотра настроена, и весь контент находится внутри нее, все еще, возможно, не идеально имеем решение для мобильных пользователей. Однако, что это вам дает, так это простоту управления контента на сайте, поскольку теперь, когда у вас настроено отображение контента в зависимости от экрана устройства, у вас один набор контента для всех ваших пользователей, где вам нужно заботиться только о CSS и о том, как этот контент отображается. И в случае, опять же, где вы, если вы используете с пользователями TMS, вам даже об этом заботиться уже на таком техническом уровне не стоит, вам нужно только убедиться в том, что используемые вами шаблоны, используемые вами решения обеспечивают эту адаптацию. Есть пара ошибок, есть пара вещей, которые здесь уже не зависят от того, используете TMS или нет, которые могут свести на нет некоторые ваши усилия по адаптации вашего сайта, и поэтому я остановлюсь на некоторых из них чуть подробнее. В частности, речь идет о плагинах, как, например, Flash, которые очень многие современные браузеры в мобильных устройствах не поддерживают совсем. Из-за чего ваш пользователь, если ваша страница полностью написана на Flash, если не использует какие-то Flash-анимации и так далее. Из-за чего ваш пользователь абсолютно не имеет доступа ни к чему на той странице вашего сайта, куда он попал в мобильном устройстве. Как рекомендация, таким образом, наша для вас не используйте плагины, которые не поддерживаются, список поддерживаемых теми или иными устройствами плагинов найти очень легко, естественным образом, в целом вам нужно ориентироваться просто на современные рекомендации, в частности, в нашей же документации перечислены те вещи, которые нужно использовать. Я очень рекомендую вам подумать о том, как использовать HTML5, например, для каких-то интерактивных мультимедиа решений. Ну и, конечно, самый важный инструмент для тестирования того, как это все работает, и работает это правильно, это ваш собственный телефон. У нас есть, поэтому тут даже ничего особо… Ну, можно использовать наши инструменты, которые я уже перечислил, но ваш первый уровень тестирования это… Спасибо, я вижу. Это как раз ваш собственный же смартфон. Мы уже практически заходим к заключающей части разговора нашего. Так вот, помимо… Мы с вами поговорили о настройке области просмотра, о помещении контента внутри области просмотра, о том, чтобы не использовать инструментарий, который невозможно отображать на мобильных устройствах. Теперь последняя пара элементов того, что делает в наших глазах на данный момент, в странице адаптированным. Текст маленького размера, написанный маленьким шрифтом, невозможно не только читать, с ним еще очень сложно взаимодействовать на мобильном устройстве. Абстрактная цифра 10 мм, ну она, для этого как понятно, в среднем температура по больнице 36,6, но вы понимаете, в чем это… Всем понятно, что в среднем процесс взаимодействия с экраном мобильного устройства, конечно же, резко и сильно отличается от процесса взаимодействия с привычным нам ранее большим экраном компьютерного монитора. И на это нужно обращать внимание. Как такую общую рекомендацию мы говорим о том, чтобы в реальности, в итоге, размер активных элементов был достаточен для нажатия на них пальцем, без попадания на находящиеся рядом элементы. Как следствие, нужно иметь сами активные элементы, то есть кнопки и ссылки определенного размера, и иметь расстояние между этими элементами, позволяющие нажимать и взаимодействовать с каждым из них, не затрагивая рядом стоящих. Это очень банальная, простая логическая рекомендация, просто держите это в уме, когда вы настраиваете мобильную версию своего сайта. Я знаю, что часто это просто вопрос перемещения контента по экрану, поэтому просто обратите на это внимание. Сами буквы, естественно, просто убедитесь в том, что размер их позволяет им быть хорошо видимыми на уменьшенном экране. Размер шрифта основного 16 пикселей, базовая рекомендация, не значит, что вам там меньше, больше, вы будете иметь преимущество или недостатки, но в целом, просто помните о том, что текст должен быть достаточно большой, чтобы было удобно видно на маленьком экране. Может быть, если хотите, используйте при кодировке тогда не пиксели, а может быть, EM как абсолютные единицы в отношении стандартного размера шрифта в том или ином устройстве. И не забывайте о том, чтобы расстояние между строками было адекватным, и высота строк была адекватной для того, чтобы текст не сливался, и их можно было легко читать и распознавать. Второй технический элемент того, что можно сделать страницу или сам сайт неудобным для пользователей мобильных устройств, непонятным для поисковиков, это если поисковика не получается вообще отобразить мобильную версию в результате того, что на вашем сайте заблокирован доступ для поисковых систем тем ресурсам, которые обеспечивают все то, о чем мы говорили, тем скриптам или тем лицам стилей, которые, собственно, делают его адаптированным, делают его удобным для мобильных устройств. Поэтому обратите на это внимание, убедитесь в том, что ваш робот с TXT не блокирует доступ для Google бота или других ботов, а относитесь к целому боту, как к обычному пользователю. Если вы, это последняя часть нашего с вами сегодня разговора, если вы на данный момент используете, скажем, два параллельных решения, я знаю, что многие так делают на данный момент, используя адаптивный дизайн, используя просто два отдельных сайта, один мобильный для обычных пользователей, то, что вы нам, в принципе, все равно, это полноценное решение. Хорошо, если вы выбираете его, это не дает вам никаких недостатков в глазах поисковой системы, но помните о том, что это требует от вас дополнительного внимания. Во-первых, для того, чтобы поисковая система хорошо понимала взаимосвязи между этими двумя сайтами, необходимо добавить двусторонние аннотации на мобильные недостатковной версии. Во-вторых, если вы используете так называемый вариант, где, опять же, по запросу вашего сервера и ответа в брауза определяется, с какого устройства по агентам пользователя пришел пользователь, используйте заголовок query по юзер-агенту, по агенту-пользователям, чтобы отдавать правильный контент. И, наконец, убедитесь в том, что правильно настроены редиректы с мобильной на застопную версию и обратно. Две ключевых ошибки, которые допускают достаточно много веб-мастеров, это отображение 404 ошибок для страниц, которые на сайте есть, но не в мобильной версии. В результате идет перенаправление либо 404 ошибки, либо перенаправление на главную, в то время как совершенно логично показывать пользователей на мобильных, хотя бы декстопную версию, если мобильной нет. И еще более раздражающая ошибка – это перенаправление всех пользователей на мобильных устройствах на главную страницу сайта, на главную страницу мобильной версии сайта. Вместо того, это происходит иногда по ошибке, иногда по недопониманию, просто помните, что если у вас существует две разных версии, страницы дублируют друг друга на каждой из них, должен направлять инфлекты не до всего декстопного сайта на одну страницу мобильной версии, а постранично. И там, где адекватные версии не существуют, оставлять просто пользователя на декстопной версии. Имеет смысл оставлять, наконец, пару итогов рекомендаций, имеет смысл оставлять пользователям возможность посмотреть декстопную версию или мобильную версию на свой выбор, на случай ошибочного директа или просто каких-то предпочтений пользователя. И не трогать уже пользователя до конца его сессии, не пытаться перенаправить его с один раз им уже выбранным. Кроме того, проверив это, я тут уже буду чуть быстрее просто это проверять, вы можете в консоли поиска проверить, нет ли ошибок, обнаруженных со стороны Google в настройках ваших и директов. И кроме того, не пугайтесь, если в выдаче вы видите на мобильных устройствах отображенную главную страницу вашего сайта, если у вас правильно настроены аннотации и правильно настроены редиректы, мы можем в выдаче показывать главную обычную тестопную страницу вашего сайта, но редирект пользователя на мобильную будет выполнен даже без захода пользователя на ваш сайт. Он при нажатии на эту ссылку попадет на мобильную версию, если у вас правильно настроены редиректы, как я уже сказал, аннотации и они видны роботу. Итак, подытоживая то, о чем я сегодня вам рассказывал, Во-первых, не забудьте пройти тест, чтобы проверить, что у вас все работает правильно, и получить рекомендации о том, что нужно подчинить, если что-то нужно подчинить. Ознакомьтесь с нашим руководством, ознакомьтесь с рекомендациями вашей же КМС. Вам это сегодня сделает сам Бог фиел. Получите необходимые рекомендации, внедряйте их, и если у вас будут какие-то вопросы по поводу сегодняшнего нашего разговора, либо любых других тем, приходите в наше сообщество, веб-мастеров, на Google+, задавайте их, с удовольствием постараемся вам ответить, и будем дальше общаться. Спасибо вам большое за внимание, коллеги. Если у нас есть время на вопросы, то давайте их сейчас. Если нет, то... Есть немножко времени. Светлана, если можете, тогда, может, переключить камеру на меня, наверное, да? Андрей, спасибо за доклад. У меня вопросы столкнулись при тестировании мобильной версии сайта, тем, что вот у вас он в вашем инструменте хорошо отображается, а, например, у какого-нибудь Windows Phone что-то отваливается от... Как быть в таких ситуациях? Можно ли как-то у вас в этот момент отработать? Не очень, честно говоря, хорошо вас слышу. Может, кто-то меня резюмирует содержание вопроса? Прием, прием. Ну, я слышу, что вы... Я слышу просто очень шумно и так далеко речь из микрофона. Андрей, так слышите? Да, вот так великолепно слышу, спасибо. Вот, я говорю, что тестировали мобильную версию, что у вас все было хорошо, а на каком-то одном из Windows Phone, например, отвалилось. А можно как-то этот момент у вас тоже тестировать? То есть, так скажем, кросс-браузерность. Ну да, но это вопрос агентов-пользователей. Я думаю, это оптимально тестировать. В наших инструментах это невозможно, все, принятие внимания. Там вы тестируете только то, как видит либо наш бот, либо по HP Insights я не помню, какой конкретно агент использует. По-моему, это один из айфонов, либо один из айфонов, либо что-то, либо Netsus 5, я не помню, какой сейчас. Но там невозможно предоставить их все. Кросс-браузерность хорошо потестировать в Хроме через эмулятор. Чтобы не иметь 100-500 мобильных устройств, просто в браузере Хром включаются инструменты для разработчика, выбирается эмуляция на картине. Включается, и вы можете выбирать целый большой список планшетов, телефонов, целый ряд других критериев, которые можно совмещать как-то. Как именно будет отображаться на этом устройстве в Хроме и ваша страничка. Поэтому в этом смысле, если нужно попробовать для Windows фона, там еще для планшета особенного, еще для чего-то, я рекомендовал бы это решение. Сюда выходите. Нет, ну я вот сейчас слышал вас чуть ли не лучше, чем микрофон. Ну, все было хорошо. В общем, инструмент, про который говорили, мы там тестируем, и все было хорошо, а на деле были проблемы. Ну, это, наверное, можно в том числе на форум разработчиков телефона обратиться с их поддержкой, поговорить, почему так получается. Это немножко странно. Есть еще вопросы? Давайте еще один последний вопрос. Нету. Андрей, спасибо большое. Вопросов больше нету. Вам огромное спасибо. Успехов, удачи. Ли, да, но и третий. Мога, да. Спасибо. 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 Продолжение следует...